Амур в районе Благовещенска прибавил за ночь 42 сантиметра и уже превышает отметку опасного явления. Городские власти приняли решение укреплять бетонную набережную. Мешки с песком укладывают от театральной до загородной. Это около 5 километров. Здесь задействованы более 200 человек. Это пограничники, военные курсанты, двоку, спасатели, коммунальщики. Но администрация призывает встать на защиту города и добровольцев. Зея перешагнула опасный порог еще вчера. Там, где накануне вечером можно было загорать. Сегодня вода. Гребень Паводка, как и рассчитали специалисты, на подходе к областному центру. На своем пути он уже подтопил села в Благовещенском районе. Марково, Игнатьево, Сергеевка, Заречное. Амур разлился и в Бибикова. А такого никогда не было, пишут очевидцы. Люди остались без автомобильного сообщения. Вода отрезала от дороги 9 сел. В трех районах, сообщают в региональном управлении МЧС, организованы лодочные переправы. Местные власти каждый день призывают к эвакуации. Идет высокая волна. Главная задача сейчас – минимизировать ущерб детей всех. Если кому-то надо, ПВРы все развернуты, лично там был, питание, все там есть. Если есть по родственникам, по родственникам. Значит, домашних животных всех тоже. Сельскохозяйственный скот отдать, его потом вернут. Собак всех отвязать. То, что вы проводите эту работу, вы, конечно, молодцы. Но еще раз, вам эту проблему, нам с вами решить вот таким образом не удастся. К этому нужно быть готовым. Вам с трапа будет лучше. Давайте вот так лучше. Давайте я вам помогу. Пока согласились покинуть свои дома. Около тысячи человек. Треть – дети. Десятая часть в пунктах временного размещения. Остальные у родственников. На возвышенности переносят и перегоняют животных. В Сковородинском районе обстановка улучшается. Как сообщил глава в селе Игнашино, вода покидает дома. В Албазине становятся суши и огороды. С понедельника специалисты начнут оценку ущерба. В Магдагачинском Черняево уже приняли документы на компенсацию от 47 семей. Между тем, тревожные кадры выкладывают в соцсети и жители соседнего Хэйхэ. Там тоже дома стоят в воде. Автомобили передвигаются по потопленным дорогам. Китайские власти ввели первый, самый высокий уровень реагирования. Анна Шантыка, Александр Васильев, Вести, Амурская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова